Мне всегда нравилось мое имя, Эстер, с самого детства. Красивое имя, говорила я, еврейское, говорил папа. И рассказывал мне библейскую историю про персидскую царицу Эстер, любимую жену Артексеркса, которая жила в сказочном дворце роскоши и богатства. И уже начала забывать, кто она и откуда. Пока в один не совсем прекрасный день пришел ее дядя Мердыхай и сказал, Весь наш народ может погибнуть, злой Аман задумал истребить всех евреев. Ты одна можешь спасти нас всех, иди к царю и скажи, что Аман подлец. Но я не могу войти к царю без разрешения, меня могут казнить. Девочка моя, иначе казнят нас всех. Надо попытаться, ведь ты одна из нас. Надо рискнуть, даже если. Я часто представляю себя на месте той, Эстер. Именно в эти минуты. Быть богатой царицей в чужой стране, или пойти на смерть ради народа, к судьбе которого ты только что прикоснулась. Какие чувства боролись в ней? Почему победил этот веками неподдаренный еврейский дух? И что все-таки значат эти слова? Ведь ты одна из нас. Почему она пошла? Пошла и спасла. Почему? Я помню, как первый раз прилетела сюда. Плотный горячий воздух обжег лицо. Такой знакомый воздух. Апельсиновые деревья протянули мне ветки спелых плодов. Такие знакомые ветки. Гладкие, стертые временем камни, по которым я ступаю. Такие знакомые камни. И это стена. Святая стена. Стена плача. Прикасаюсь к ней лбом, кладу на нее руки, закрываю глаза. И неведомая сила поднимает меня над этой стеной, над Масленичной горой, над Золотым Иерусалимом. Над маленькой, огромной страной. Поднимает и несет туда, в Иудейскую пустыню, к высокой горе, на которой Авраам заключил священный завет с Богом. И началась наша история. История, которая проникает в мою память. История побед и трагедий. История гордости и веры. Бесстрашия и решимости. Через время я чувствую эту решимость. Решимость наших пророков. Решимость Эстер. Решимость защитников Масады, которые так и не покорились римлянам. Тысячи защитников этой крепости, осажденные и безоружные, выбрали добровольную смерть, но не сдались, не стали рабами. Все как один. Все как одна. Что значит быть одной из нас? Глядя через время, тот же вопрос задаю я себе. Помните древние библейские книги? Или просто танцевать с незнакомыми людьми на набережной Тель-Авива? Танцевать, взявшись за руки. Вдыхать прохладный воздух в субботней молитве в Иерусалимской синагоге? Или пить воду из прекрасного источника Энгеди, который пил еще царь Соломон, когда сочинял самую лиричную песню о любви? А может это значит просто сказать шалом приветливому еврею из Аргентины, которого ты встречишь на узкой улочке древнего Явла? А может это все-таки значит держать вместе с братом Йом-Кипур и ждать, когда в этот день запоют колнидрей самую красивую еврейскую молитву? Это так много значит быть одной из нас. Я сама пошла в синагогу учить молитвы на еврите. Пошла, чтобы в день еврейского совершеннолетия я могла выйти к священной Торе и прочитать вместе с Равином ее торжественные слова. Мои первые слова на еврите. Совсем незнакомые зубчатые клинчки букв, как заноза, врезаются в память. Язык с трудом произносит непривычные звуки, которые медленно складываются в слова. Варух, Ата, Адунай. Сперва тихо, почти шепотом. Потом в полголоса. Хама, Ариф, Аравим. Потом уже громче и нараспев. Элену, вуэль коламо Исраэль, вуэль Ярушалаим. И вот я уже почти кричу. Шама, Исраэль, Адунай, Элогейну, Адунай, Эхад. Слушай, Израиль, я иду к тебе. Слышишь меня? Меня зовут Эстер. Я одна из нас. Шама, Исраэль. Шама, Исраэль, Элогей. Абшав, Ани леба, Азэк, Отси, Лохай. Азээль, элогей. Азэр, Шама, Исраэль. Азэль, элогей. Азэль, элогей. Килянно торпико